Здравствуйте! Иркутск! Последние новости из Забайкалья. В материалах корреспондента программы «Время новостей» телекомпания «Альтез» в студии Александр Смирнов. Один новый детский сад, около 40 капитально отремонтированных школ и 59 школьных автобусов. Министерство образования края подвело итоги за 2012 год. Подробности в середине земли. Анжелина Джоли, Лиф Тайлер и Иосиф Кобзон приехали в Улан-Удэ. Подробности в программе «Середина земли». Новостройки в столице будут стоить не дороже 1 миллиона тугриков за квадратный метр. Цену зафиксировали строительные компании Министерства. Об этом Адантуя. Капитально отремонтировано 38 школ, приобретено 59 школьных автобусов. Более 3,5 тысяч дополнительных мест появилось в детских садах. Об итогах 2012 и планах на 2013 говорили сегодня на информационные встречи в Министерстве образования края. Одна из важнейших задач – решить проблему мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2012 был открыт один новый детский сад. Еще 14 зданий, когда-то занимаемые дошкольниками, капитально отремонтированы и возвращены детям. Введено более 3,5 тысяч дополнительных мест. В 2013 планируется ввести еще почти столько же. В крае насчитывается более 600 школ, 38 из которых в прошлом году были капитально отремонтированы. По словам министра, сокращать школы не будут, даже те, в которых насчитывается меньше 10 учеников. Такие учреждения будут включать в ресурсные центры. Обучение станет дистанционным. Константин Карасев сообщил также, что платное образование в школах вводиться не будет. Платить ученикам и их родителям придется только за дополнительные уроки, не вошедшие в программу. Платить не надо и за учебники. В законе об образовании действующим прописано, что учебной литературой обеспечивает школа бесплатно. Это полномочия муниципальных органов власти, это полномочия краевой власти. И ресурсы на эти цели мы ежегодно предусматриваем очень значительные. Только в этом году мы приобрели на сумму свыше 100 миллионов учебников. Это 250 где-то тысяч экземпляров. В 2013 году министерство планирует продолжить работу и по обеспечению дистанционного образования для детей-инвалидов. Увеличить долю молодых педагогов в школах. В сентябре учителей ждет очередное повышение зарплаты. На сферу образования в этом году в Забайкале будет израсходовано около 14 миллиардов рублей. Марина Кузнецова, Сергей Миртов. Время новостей. Они дважды подумают, прежде чем ничего не сказать. Так о людях этой профессии говорил Уинстон Черчилль. В воскресенье 10 февраля в России отмечается День дипломата, учрежденный указом президента в 2002 году. Сегодня наша страна, сотрудничая с двумя стами странами, имеет более 140 посольств. Большую роль в большой системе Министерства иностранных дел играет региональная дипломатия. Работает представительство МИД и в Чите, которое открылось еще в 1994. О работе читинских дипломатов смотрите далее. Помощь японскому консульству по делу убийства мотоциклиста из Японии в Хилокском районе, сотрудничество с польскими коллегами из-за истории с их незадачливым соотечественником, задержанным в Забайкале с фальшивой визой, это лишь немногие примеры работы представительства МИД России в Чите. Сегодня в нем несколько дипломатических работников, которые решают вопросы и россиян. Основное это у нас связано с происшествиями, к сожалению, которые случаются с нашими гражданами. Как правило, это случается на территории Китая, больше всего на территории Маньчжурии. Хотя бывают случаи, что и в Таиланд туристы, допустим, какие-то возникают вопросы. Кого-то не пустили за границы на самолет или задержали полицейские, кто-то попал в ДТП. Ситуации, которые помогают решить, разные. А бывают и вовсе случаи интересные. Недавно у нас приходил ветеран, который в конце 40-х и 50-х годов находился в составе советских войск на территории Китая. Получил он медаль советско-китайской дружбы. В 70-х годах, в прошлом столетии, по неизвестной причине, как там у него была потеряна медаль. И вот у нас, допустим, большинство спроса, можно или нет эту медаль каким-то образом восстановить или выписать ему дубликат. Также представительство занимается оформлением паспортов и приглашений. Ведет консультации, информационно-аналитическую работу. С мая 2012-го им руководит Алексей Котельников. Человек с опытом в области международных отношений, блестящим знанием китайского языка и степенью кандидата политических наук. Хотя, он говорит, есть еще чему учиться. Настоящие профессионалы дипломатии для него Андрей Громыко, Александра Калантай, первая в мире женщина-посол и, конечно, Сергей Лавров. Хороший дипломат. Человек, который, ну, естественно, контактный, общительный, знающий хорошо иностранные языки, понимающий, так скажем, специфику и культуру другой страны, других людей, с которыми он общается. Ну и самое главное, результатом этой деятельности дипломата должно, наверное, стать то, что количество друзей у России, у нашей страны увеличилось. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов. Время новостей. Бурятии решили возродить древний вид спорта – турнир по разбиванию хребтовой кости. К участию приглашаются жители всех районов Бурятии. Ожидается участие более ста человек. Булат, а что получит победитель турнира? Знаете, Александр, главный приз пока организаторы держат в секрете, но обещают, что победитель будет награжден по достоинству и согласно вековым традициям. В настоящее время начался сбор хребтовых костей для соревнований. Отборочный тур состоится 21 февраля, а потом уже финал, где из 10 участников определят сильнейшего. Ну и добавлю, что человек, который принесет на турнир самую крепкую кость, будет награжден денежным призом в 5000 рублей. Об этом турнире мы обязательно расскажем жителям Приангарии, а сейчас к другим новостям. Старые песни о главном или 100 песен восточных бурят в новой обработке и исполнении. Такой подарок в преддверии Сагалгана сделали жителям республики артисты Бурятской государственной филармонии. Работа над этим проектом велась около 20 лет. За это время было собрано несколько сотен произведений, но в сборник попали только лучшие песни. Все подробности у Батра Ламбаева. Песни, восхваляющие родной край и обычаи древних бурят, многим они известны. Только сегодня зрители смогли взглянуть на них по-новому. Ведь каждое произведение по сути отдельная история. И самое главное здесь донести до зрителя всю полноту ощущений, переживаемых артистами. А этого не достичь, не прочувствовав ее песню своей душой и сердцем. Эти песни даже не объяснить чем-то дорогие они. Ну просто вот хора, если по смыслу брать, по содержанию. То есть каждое четверостище это как целая поэма, миры соединяет. И это как бы оно организует человека в гармонии, в гармонии с природой, с самим собой. Работа над проектом «100 песен восточных бурят» была начата в 97 году. За это время собрано и обработано несколько сотен произведений. Однако в программу были отобраны по-настоящему народные песни. Песен очень много действительно. Их гораздо больше записано у нас в архиве. Но мы решили сделать вот 100 хотя бы записать в диск. И как презентацию этого диска мы тогда задумали музыкальный такой спектакль, концерт как в виде зримая песня. Зримую песню уже весной смогут увидеть в районах республики. Также запланированы гастроли в Агинский округ и Монголию. Как отметили Саян и Эржена Жамбаловы, проект еще будет совершенствоваться. Возможно появятся и новые композиции. Батар Ламбаев, Алдар Дамбаев. Новости дня. В Улан-Удэ приехали Анджелина Джали, Лиф Тайлер и Иосиф Кобзон. Правда нарисованные. Портреты знаменитости выполнил Никас Сафронов. Наша корреспондент Кира Белькова увидела одну из первых работы мастера. Экспозиция в Улан-Удэ – неожиданность как для Никаса, так и для работников музея. Выставка с успехом прошла в Томске и направлялась в Красноярск. С искусствоведами города Найнисея заранее обо всем договорились. По каким-то объективным, субъективным, но каким-то причинам Красноярск отказал. И, как говорит его арт-менеджер, что делать. В Иркутске уже выставка была несколько лет назад. Тогда мастер позвонил в Бурятию и проект стартовал. Здесь и Джордж Клуни, и Александр Абдулов – именитые дизайнеры, врачи и политики. Но среди знаменитостей всей Руси и мира есть и звезда Сибири, а точнее жемчужина Сибири, как называют Байкал. Картина «Воспоминания Байкалей» датирована 2011 годом. В 2010-м, рассказывает искусствоеды, Никас Сафронов прилозил свои работы в Иркутск. Там-то, по всей видимости, мастера и отвезли на берега Священного озера. Является ли орел на картине шаманом, как это заложено в традиции бурят, или же просто фантазией автора, остается только гадать. Есть в экспозиции и другие пейзажи, в основном в масле. Личность автора скандальна. Его обвиняли в раскрашивании фотографий и даже насилии. Кира Белькова, Ладар Дамбаев, Новости дня. Продолжение следует... Правительство Монголии готовится пересмотреть договор с китайской компанией «Чалко» и заново рассмотреть договор по Аюталгою. С таким сообщением выступил накануне министр экономики и развития страны. Власти Монголии считают, что документ, подписанный в 2011 году, является убыточным для государства. Скажите, Эрденаням, почему так произошло? Добрый день, Булат. По словам Батбаяра, министра экономики и развития Монголии, договор заключили по цене гораздо ниже рыночной. С каждой тонной угля убыток составил 30 долларов. Так что сегодня власти намерены изменить условия договора на рентабельный и заключить долгосрочный контракт на поставку угля уже по современным рыночным ценам. О том, как пройдут переговоры, мы расскажем в будущих выпусках «Середины земли». А сейчас о событиях дня сегодняшнего, о них жителям. При Ангаре расскажут корреспонденты программы НЭЦАКТ и я, Эрденаня. Управление по защите прав потребителей и справедливой конкуренции совместно с корпорацией по финансированию жилья. Снайперия прошлого года занимается исследованием роста цен. Специалисты считают, что в столице сегодня можно удерживать ценовую планку на уровне 1 миллион тугриков за квадратный метр. И по мнению представителей управления, эта цена выгодна для строительных компаний и приемлема для покупателей. Тему проложит Адантуя. Чтобы реализовать программу по стабилизации цен на жилье, Управление по защите прав потребителей и справедливой конкуренции будет работать совместно с Монголбанком и Министерством строительства и градостроительства. Первый шаг по фиксированию цен уже сделан. Строительные компании и ведомственное министерство разработали совместный договор. В нем указали, что цена одного квадратного метра не должна превышать одного миллиона тугриков. При этом начальник управления по защите прав потребителей и справедливой конкуренции Магнай отметил, что рост цен был спровоцирован большой свободой, данной строительным компаниям. Из-за этого квадратный метр продавался порой за 5000 долларов США. При прошлом правительстве больше поддерживали спрос. Льготный заем предоставляли гражданам, которые хотели приобрести дома. При правительстве реформы поддерживаются строительные компании, будут предоставляться льготные кредиты. Для того, чтобы цены на жилье не поднимались выше одного миллиона тугриков за квадратный метр. Все понимают, что уменьшение стоимости жилья может сказаться на качестве строительства. Этот вопрос берет на себя управление по защите прав потребителей и справедливой конкуренции. Его специалисты совместно с министерством будут вести постоянный контроль. Говорят, что уже будущей осенью будет сдача жилья, где стоимость квадратного метра не превысит одного миллиона тугриков. Вопрос один миллион тугриков – земля бесплатна. Для строительства зданий в Зайсоне или Баян-Хашу используется одна и та же арматура. Цемент и другие строительные материалы одинаковые. Из этого можно сделать вывод, что все затраты входят в один миллион тугриков. К вопросу цен на жилье управление подошло комплексно. Специалисты изучают и динамику роста стоимости элитных новостроек. Для государства актуальным вопросом является снабжение дешевыми квартирами граждан юрточных районов. Мы считаем, что для строительных компаний выгоднее продавать дешевые квартиры, чем терять время на реализацию элитного жилья. Мы планируем в ближайшее время разработать определенные ценовые уровни, в том числе и на жилье премиум-класса. В сентябре этого года планируется сдать микрорайон Буян-Туха. Говорят, что там цена одного квадратного метра не превысит 950 тысяч тугриков. Начальник корпорации финансирования жилья Гантулга заверил, что рост цен на квартиры прекратится. Адонтуя Адганбат, Эныцакт. В посольстве Российской Федерации в Монголии в сотрудничестве с Национальным Олимпийским Комитетом Монголии состоялась торжественная презентация, посвященная Всероссийскому обратному отчету до начала зимних Олимпийских игр в Сочи. Игры состоятся ровно через год, 7 февраля. На презентацию в посольстве побывала и наша съемочная группа, по слову Светлане Шандагаровой. 22-е зимние Олимпийские игры в городе Сочи 2014 года, таковы их официальные названия, пройдут с 7 по 23 февраля, а в треть за ними с 7 по 16 марта состоятся 11-е Паралимпийские игры. Столица Олимпиады 2014 была выбрана во время 119-й сессии Международного Олимпийского комитета в Гватемале в июле 2007 года. Во втором туре российский город Сочи набрал на 4 голоса больше, чем южнокорейский Пчинхан. Монголия поддержала кандидатуру города Сочи. Это подтверждает, что многолетнее сотрудничество двух стран, в том числе и в области спорта, продолжает развиваться, а у задружбы между Россией и Монголией только крем тут. О ходе подготовки объектов в Сочи рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Монголии. Было отмечено, что уже свыше 80% объектов завершены. Спортивные сооружения практически все уже закончены. Осталось доделать только трамплин для прыжков. Построены совершенно уникальные сооружения. Например, трасса для бобслея и санок. Самая длинная в мире – 2 километра. Развивает колоссальную скорость. На состоявшейся церемонии присутствовали представители Министерства культуры, спорта и туризма Монголии, Национального Олимпийского комитета, Олимпийского совета, Сухобаторского района, монгольские спортсмены. Состоялся показ презентации о том, какая огромная работа проводится в Сочи в ходе подготовки к играм. Школьники пронесли символический олимпийский огонь. Официальный олимпийский факел разработан российской командой дизайнеров-инженеров и в очертаниях факела угадывается перо сказочной жарптицы. Собравшиеся пожелали успеха и монгольским спортсменам они уже начали подготовку к играм. На данный момент идут активные тренировки сборной по гадкобежному спорту. Готовится четверо человек. Двое мужчин и две женщины. Вначале нам нужно получить право на участие в зимних олимпийских играх на чемпионате мира. Поэтому мы очень усердно тренируемся. В этом году посольством России совместно с Национальным Олимпийским комитетом Монголии и Олимпийским советом Сухобаторского района будут организованы веселые старты, конкурс на лучшую инсценировку песни и множество других интересных мероприятий. В них примут участие ученики монгольских школ района Сухобатор, школы при посольстве России и лицея Ламбаторского филиала имени Плеханова. Школьники также посетят Олимпийский музей Монголии и для них будет организована встреча с монгольскими спортсменами-олимпийцами. Светлана Шантагарова и Пелик Айс Монголия. Большое спасибо за внимание. На этом моя часть выпуска завершена. Далее я передаю слово нашим коллегам из Пекина. На связи корреспонденты телекомпании СиСи ТВ Русский. Телеканал СиСи ТВ Русский приветствует зрителей середины земли. В студии Намила я и мои коллеги рады представить вам новости из Китая. Недоеденные миллионы каждый год в Китае выбрасывают тысячи тонн продовольствия. Посетители ресторанов не рассчитывают свои силы и оставляют еду в тарелках. В основе такого расточительства есть даже национальные традиции. Тем временем миллионы людей живут за чертой бедности и не могут себе позволить просто поесть вдоволь, не то, что сходить в ресторан. Как привить китайцам кулинарную бережливость, выяснял Денис Большаков. Обед в одном из старейших пекинских ресторанов. Цены в меню по местным меркам не маленькие, но на столах после посиделок остается еда. И так повсюду, от недорогих столовых до элитных заведений. Многие посетители даже не замечают, что не справились со всеми блюдами. В большинстве закусочных за упаковку еды с собой нужно платить. Правда, недоеденные блюда остаются не только из-за экономности китайцев. Еще одна причина, по которой посетители ресторанов в Китае оставляют еду, это размеры порций. Блюда действительно здесь большие, потому что рассчитаны как минимум на двоих. Тарелку приносят общую, а уж потом каждый посетитель берет сколько ему нужно. Каждый год в Китае выбрасывают 8 миллионов тонн продовольствия. Такими объемами можно прокормить 200 миллионов человек. В ресторане «Бянь и Фан» с остатками поступают цивилизованно. Их отправляют на переработку. А чтобы недоеденного было меньше, администрация даже придумала особое поощрение. Если клиенты съели все, мы даем скидку в 10%. Чтобы посетители могли попробовать как можно больше блюд, мы чуть уменьшили порции, но и цены также снизили. Официанты напоминают клиентам о том, что они заказали уже слишком много. И всегда сообщают, что еду можно унести с собой. Причем в нашем ресторане это уж много бесплатное. Эффективность сельского хозяйства в последние годы растет. Но несмотря на внушительный КПД, аграрных ресурсов на душу населения все равно недостаточно. Масло в огонь подливает и плохая погода. Известный в Китае ученый Юань Лунпин, которого называют отцом гибридного риса, видит выход в законодательных инициативах. Раньше, в 70-х годах, когда Китай был еще бедным, я своими глазами видел, как люди страдают от нехватки еды. Тогда, чтобы воспитать у нас бережливость, нам частенько давали скромный обед. Сейчас об этом уже никто не помнит, но мы должны придумать другие меры. Например, правительству необходимо разработать конкретный законопроект. Те, кто не бережет продовольствие, должны подвергаться штрафу. Пока в китайских ресторанах оставляют еду на семизначные суммы, 60 миллионов человек продолжают жить за чертой бедности. Стране не хватает своих пахотных и животноводческих земель. В прошлом году в Китае произвели 589,5 миллионов тонн продовольствия. Но даже это не удовлетворяет аппетит наших граждан. Мы вынуждены импортировать 72 миллиона тонн верновых культур и сои. Для государства это большие траты, тем более, что цены на продовольствие, под данным ООН, продолжат расти как минимум до 2020 года. Продукты в Китае дорожают уже 9 лет подряд. В среднем на 8,2 процента. То есть быстрее, чем растет экономика. Денис Большаков, Цидзин, Сяокан, CCTV, Пекин. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok